Библейский портал экзегет.ру представляет Креститель не носил креста, как это ни странно звучит. Сверчал обряд омовения, и для иудеев того времени это был совершенно обычный обряд, но увидим, как-то он изменил его или нет. В принципе, он требовался для очищения от ритуальной нечистоты после прикосновения к мертвому телу, после истечений, допустим, после супружеской близости тоже. И, казалось бы, он не нес себе какого-то глубокого смысла, ну, просто вот как мы принимаем душ регулярно, я надеюсь. То есть так и тогда это нужно было не только с религиозной точки зрения. Но что-то вот он делал большее, чем это. Покайтесь. Вообще-то слово, которое по-гречески здесь стоит, обозначает передумайте, измените свое мышление. Есть аналог в еврейском языке, означает вернитесь. Ну, и самое загадочное, царство небес, что это? Это не территория, потому что территория не может перемещаться близко. Это правление неба. Ситуация, когда небо правит на земле. А что это такое? Вот вообще-то мы читаем, у нас все знакомо. А если прочитать глазами человека, не видавшего этот текст, не слышавшего ничего о традиции христианской, появляется Иоанн, который совершает омовение. Ну, все совершают. Он говорит, вернитесь. Куда вернитесь? Зачем? Правление неба скоро наступит. Какое правление неба? Ничего не понятно. Ну, вот дальше будет разъяснено. «Ведь это обывание было предсказано через пророка Исаию. Голос взывает в пустыне. Приготовьте путь Господень, распрямите его пути». Кстати, у Исаии было немножко иначе. Голос взывает «приготовьте в пустыне путь Господень». Это про возвращение израильтяна из Вавилонского плена. А здесь, ну, они в римском плену, да, но куда им возвращаться, они на своей территории. И через пустыню пройти трудно. Там где-то горы, где-то лощины. В общем, ну, надо выпрямить пути, вот как сегодня строятся какие-нибудь шоссе удобные для проезда. А зачем, куда они-то идут? Вот здесь и сейчас. Опять ничего не понятно. Сам Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и опоясывался кожаным ремнем. Ну, то есть наиболее грубая и простая одежда. Пищей ему служили саранча и дикий мед. Странный рацион. Почему? А это то, что не выращивают. Вот это не хлеб, это не мясо. Корову тоже выращивают. А это то, что он просто находит. Вот человек идет по пустыне. Пустыня – это же не обязательно такая сахара, где один только песок. Там какая-то жизнь есть. Вот он, собственно, что найдет, то и ест. Просто не думает об этом. К нему собирались со всей страны Иудейской, все жители Иерусалима и целые Орданские округи. Исповедуя свои грехи, они принимали от него крещение в реке Иордане. Ага, то есть ритуальное омовение, но надо сначала исповедовать свои грехи, то есть признать их. Уже становится чуть-чуть понятно. Увидев, что к нему приходят креститься многие из фарисеев и саддукеев, а это две основных религиозных партии. Ну, как всегда, есть либералы, есть консерваторы. Ну, может быть, это не совсем сюда подходит. Есть те, кто ревнители таких отеческих преданий, это саддуки, да, вот, богослужение, храм. И есть те, кто придумывают новые формы, это фарисеи, потому что они настаивают на том, что не только в храме все самое главное, что можно жить благочестиво у себя дома, ну, для этого нужно соблюдать определенный набор правил. То есть, смотрите, приходят к нему одновременно и те, и другие. И, наверное, читатель того времени думает, ага, сейчас он скажет, вы правы, а вы нет. Или я за вас, а вот все плохие. Или он скажет, ой, вы и те, и другие достали, потому что вы вечно ссоритесь. Так и было. А он им сказал, змеиные вы отродья. Кто это подсказал вам, как избежать грядущего гнева? Делом докажите, что ваше покаяние приносят плоды. То есть, не просто все вы хороши, потому что вы друг друга не любите. Он вообще не обращает внимания на эту межпартийную борьбу. Как это может быть? Он к ним обращается, как к некому единому целому. Более того, он начинает с очень резкого осуждения. Вот как же тут не судите, потом мы прочитаем. А он судит, вы змеиные отродья. Порождение ехиднины, да, в традиционных переводах. Это не просто вот, что это вы там глупенькие или не так сделали. Да, это очень резкое ругательство. Делом докажите, что ваше покаяние приносят плоды. Ага. То есть, просто прийти, окунуться и уйти довольными, все грехи из меня смыты, абсолютно ничего не значит. А есть обряд, а есть покаяние, которое приносят плоды действия, перемены действия. Что такое покаяние, я же сказал, возвращение. Человек заблудился, он вернулся. А пока он вернулся, он прошел какую-то дорогу, он встал на правильный путь или по-гречески. Он передумал, вот он делал что-то, а потом он изменил свой образ мышления. И в знак этого он совершает определенный обряд. Это имеет смысл. А если просто пришел искупаться, ну, на здоровье купайся, но толку-то. И не думайте даже рассуждать, мол, отец у нас Авраам. Говорю вам, что Бог может из этих камней создать детей Аврааму. Это же основной предмет гордости еврейского народа, да, то есть, потомки Авраама, его самоопределение. Не только евреи, но и многие другие народы. И, в общем-то, это все верующие в единого Бога, а не потомки Авраама в том или ином смысле, даже если физически среди их предков не было. Среди моих не было, например, Авраама. Так он говорит, смотрите, это родство ничего не значит. Камни, которые вообще не люди, могут стать ему такими же потомками. Вот что делает покаяние. Ты можешь стать потомком человека, который не имеет к тебе отношения. А можешь при отсутствии покаяния утратить это родство. Топор уже положен к древесным корням, и всякое дерево, которое не приносит плода, срубают и бросают в огонь. Плоды. Где плоды? Можно сказать, ну, сейчас мы крестимся, пойдем приносить плоды. Ну, омоемся, если быть точнее. Он говорит, нет. Когда начинается покаяние, то есть и первые плоды. Я воскрестил знак покаяния, омывая водой. Ну, это, может быть, уже к более широкой аудитории. Или получается, что он их крестил. Он не просто их ругает, но он одновременно их крестит. Совершает над ними этот обряд. Интересно. Значит, это не отвержение. Это, ну, такая шокирующая проповедь. Я воскрестил знак покаяния, омывая водой. За мной грядет тот, кто меня сильнее. Даже снять с него обувь, я и того не достоин. И он омоет вас Святым Духом. А как это? Ну, мы разобрались более-менее с покаянием и с омовением водой. А как это омыть Святым Духом? Простите, он что, материален? Вот, можно креститься, омывшись водой. Можно еще там какой-нибудь обряд совершить. Это понятно. Но как нам проверить, воздействует ли на нас Святой Дух? Это же что-то такое вот абстрактное, да, неощутимое. Он идет на свое гумно, с лопатой в руках провевет зерно. Пшеницу соберет в житницу, а Мекину спалит в огне неугасимым. Обыск, который сегодня, может быть, не всем понятен. Что такое обмолот зерна? Ну, мы не очень, наверное, представляем себе это, кто не живет в деревне. Вылучивают зерна из колоса. А они остаются вместе. Вот эта шелуха от колоса и зерна. Дальше зерно надо провеять. И это делали в тех краях следующим образом вечером, когда дует легкий бриз, а там рядом море, поэтому дует каждый вечер. На ровном месте каком-нибудь, вот собрав все это, там Мекина и зерно, подбрасывали, легкая Мекина выдувается и уносится ветром, тяжелое зерно осыпается. Значит, даже не нужно как-то отделять, вот руками там выбирать, да, просто действие, которое разделяет само по себе, легкое от тяжелого. И вот, а как вам понять, действует ли дух? А вот куда вы упадете? Вас сдует ветром, кстати, ветер и дух по-еврейски, по-арамейски одно и то же слово. Тогда, получается, это и есть крещение духом? Тебя подбрасывают, и ты либо тяжелый, либо тебя уносят. А может быть, тебя подбрасывают, и то, что в тебе тяжелого остается, а то, что легкое выдувается. Хорошо бы, между прочим. А Мекину спалит в огне неугасимым, между прочим. Не так просто, что скажет всем, ну, и это тоже хорошо. И вот тогда Иисус приходит из Галилея к Иордану, чтобы принять от Иордана крещение. Вот тот самый случай, когда у нас прям смущение какое-то возникает. И, кажется, у евангелистов тоже. Зачем? Ну, давайте прочитаем эпизод. Иоанн сперва отказывался и говорил, нет, это мне надо бы принять от тебя крещение, а ты сам пришел ко мне. И Иисус сказал ему в ответ, довольно, теперь надлежит поступить именно так, чтобы все было по-настоящему. И тот перестал возражать. Как это? Что это? Я не буду приводить много богословских комментариев, но, смотрите, вот очень легко Иисусу с самого начала сказать, ну, я-то праведник, а вы-то грешники, да? И он отказывается это делать. Но он и не говорит, да, я такой же грешник, как и вы. Да, для современного догматического богословия это было бы абсолютно непредставимо. Он говорит, вот, как люди, так и я. А что такое тайна вот этого предшествия Сына Божьего воплоти? Не то, что он притворяется, играет в человека, ну, как дети играют, то в пиратов, то в индейцев, но они же не становятся пиратами или индейцами. И их не запирают в резервации индейцев, их не вешают на реях пиратов, их мама ужинать зовет, да, когда они наиграются. Соответственно, они не пираты и не индейцы. А вот Сын Человеческий, он не играет в человека, он проживает его жизнь. И с самого начала символическое действие, которое означает, что вот человеку, чтобы начать служить Богу, нужно пройти, по-настоящему начать, нужно пройти через некоторые обряды, Иисус через него проходит. Вот, собственно, и все. Иоанн, видимо, это понимает. А как только Иисус был крещен и выходил из воды, он увидел, как раскрылись небеса, и сошел у него Дух Божий, словно голубь слетел. И с небес раздался голос. Вот мой возлюбленный Сын, с Ним мое благословение. Но одновременно этого мало. Если он просто всего лишь человек, да, умный, добрый, хороший, говорит правильные вещи, делает хорошие вещи, тогда это ничего не дает. Ну, их было много. К сожалению, многих из них убили и замучили. Мы видим, к сожалению, что такое постоянно происходит в этом мире. Но есть какое-то присутствие отца в нем. Нет бы ему тут маленький учебник догматики нам прочитать. Потом это все появится в христианской традиции, сущности, постаси и так далее. А он говорит лишь одно. Мой возлюбленный Сын, с Ним мое благоволение. То, что нужно знать людям. Вот это не просто некий человек, который говорит хорошие вещи. Это Сын Божий, тот, кто являет Бога людям в этом мире. И на то есть воля Отца. И не просто воля, а благая воля. Это все не для суда, а для блага людей. Вот Иоанн больше для суда. И когда он начинает ругать этих самых хрисеев и садукеев, и тех, и этих, да, это тоже нужно. Это выпрямление пути. Это объяснение, что вы куда-то не туда совсем забрели. Надо вернуться, надо покаяться. Когда приходит Иисус, это уже про другое. Это уже про благую волю Бога, которая является в этом мире. Следующая глава, она тоже будет про что-то такое, что случилось прежде, чем началось его служение. Продолжение следует...